Работы по ремонту поликлиники на проспекте Керамиков пройдут как внутри, так и снаружи. Обновят фасад, крышу и заменят инженерные коммуникации. На встречу с главой округа, секретарем местного отделения «Единой России» Андреем Ивановым и главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым пришли местные жители и обсудили работу медучреждения. Прямо это вообще федиатр у нас здесь. Федиатр имеется в виду. Есть отдельный бокс для больных детей, соответственно. Делаем все вакцинации необходимые для детского населения. Ну и, соответственно, по графику уезжают сюда специалисты. Потому что по вашему порчению – это уролог, невролог, эндопинолог и хирург. Сюда выезжают. Тротажная терапия у нас. Два терапеза принимают. Здесь находится еще большой объем стоматологической помощи. Четыре стоматолога работают, две смены. И есть зубпортезирование. Завершить работы планируют к марту 2023 года. А на реке Большая Веземка в Голицыне осенью уже начался капитальный ремонт плотины. И сейчас работы идут к завершению. Это первый ее основательный ремонт после постройки, который завершили еще в 70-е годы. На сегодняшний день в рамках контракта подрядчик отремонтировал водосброс, заменил затворы, демонтировал старые металлоконструкции, сделал дорожки и тротуар. Андрей Иванов сообщил, что после завершения ремонта приведут в порядок и береговую линию. А весной здесь проведут субботник. Возле мемориала, павшим в боях за родину, глава муниципалитета осмотрел место под предполагаемое благоустройство. В завершении инспекции Андрей Иванов с активистами осмотрели выполнение ремонтных работ по реконструкции надземного перехода у железнодорожной станции Голицына, а также обсудили проблемные вопросы с жителями. Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.